Удникова Автосигнализации «Шериф» Только твоя машина Мегафон Вместе мы можем больше Здравствуйте, в эфире новости В студии Дарья Лаврова Основные темы выпуска Теннис, Кубок Дэвиса Сегодня в матче Франция-Россия Определится обладатель путевки в полуфинал В футбол В четвертом туре чемпионата России Встретились лидирующие команды премьер-лиги ЦСКА и Тон Чемпионат Германии Бременский Вердер продолжает успешную борьбу За место в первой тройке В начале о теннисе Во Франции состоялась парная встреча Одной четвертой финала Кубка Дэвиса Между хозяевами корта и нашей командой Дмитрию Турсунову и Михаилу Южному Противостояли Арно Климан и Мишель Ладра Перед матчем предпочтение отдавали французской паре Как более сыгранной И начало поединка оправдало эти прогнозы Первая и вторая партия остались за Климаном Ладра С одинаковым счетом 6-3 Но в третьем сете россияне смогли навязать борьбу И выиграть его на тайбрейке В следующем отрезке Наши теннисисты снова были сильнее 7-5 Тем не менее огорчить французскую публику Турсунову с Южным не удалось В заключительном сете ключевым стал пятый день В котором хозяева сделали брейк И уже не упустили победу Завершив его со счетом 6-2 Таким образом сборная России по-прежнему впереди 2-1 Ну а сегодня во дворце спорта города По Состоятся два одиночных поединка Сначала на корт выйдут первые номера Российской и французской команд Николай Давыденко и Ришар Гаске В зависимости от исхода этой встречи Капитанами сборных России и Франции Будет принято решение, кому доверить право участвовать в пятом матче Начало трансляции на телеканале «Спорт» в 21 час 55 минут по московскому времени На турнире в американском городе Амели-Айленде С призовым фондом 600 тысяч долларов Надежда Петрова пробилась в финал Накануне россиянка уверена в двух сетах 6-3-6-2 обыграла Люси Сафарову из Чехии Преимущество Петровой по ходу встречи не вызывало сомнений Она хорошо подавала, совершила 5 эйсов против одного у Сафаровой Да и по количеству невынужденных ошибок превзошла соперницу В другом полуфинале встречались еще одна россиянка Светлана Кузнецова и Франческо Скьявоне из Италии В первом сете на корте шла упорная борьба И на тайбрейке Скьявоне была точнее А во второй партии при счете 2-3 Кузнецова отказалась продолжить борьбу из-за травмы В чемпионате российской футбольной премьер-лиги Состоялись первые матчи четвертого тура Московские армейцы принимали ТОН Которая на поле Лужников вышла в качестве лидера первенства Не потерявшего ни одного очка Репортаж Александр Бедрева Восьмибуквенная афиша матча ЦСКА ТОН Сулила встречу двух первых команд премьер-лиги Но зрителей в Лужниках было не так много И холодная погода свое слово сказала Да и ТОН пока воспринимается только как временный лидер Дисквалифицированный Акинфеев отмечал 20-летие на трибуне Его привычное место в воротах должен был занять кто-то из всегдашних резервистов Вопрос решился в пользу Габулова Для меня это была проблема Кто должен был играть Это единственная позиция, которая вызывала сомнения И в пользу Габулова решилась то, что он очень удачно вышел в игре с ТОН Мы победили И в войне приятно, что сыграли на ноль Хотя я хотел бы отметить игру наших защитников сегодня Очень удачно они действовали Не создали ни одного опасного момента ТОН Коллега Габулова Парейко своих партнеров того же сказать не может Первая голевая тока ЦСКА началась с простого выноса от своих ворот Но недавно приобретенному бразильцу удар со своей половины поля сойдет за голевую передачу Не гренадерского вида Жо протаранил соперников и пустил мяч мимо вратаря 1-0 Игра сложилась так, как мы того хотели Наша команда настраивалась только на победу Что касается моих голов, я за ними в Россию и приехал Забивать мячи в ворота это моя работа Слава богу, пока это у меня получается Авторитет среди партнеров у бразильца тоже растет быстрыми темпами Вопрос, кому реализовывать заработанные пенальти не стоял Жо уверенно взял мяч, уверенно пробил И шестым голом в чемпионате основательно укрепил свои позиции в споре бомбардиров Половину первого тайма Валерий Петраков спокойно просидел на скамейке Что в общем-то ему не свойственно Но откуда взяться эмоциями, если твоя команда уступает и по счету и по игре Но стоило лишь начаться второму тайму Как главный тренер Томи уже на ногах У гостей оставалось еще 45 минут на то, чтобы попытаться изменить ход встречи в свою пользу Но атакующего потенциала Томи пока недостаточно для того, чтобы отыгрываться в матче с ЦСКА при счете 0-2 Гости больше владели мячом, однако опасных моментов у ворот столичного клуба создали минимум В чемпионате сменился лидер, что не прошло мимо внимания главных тренеров, игравших команд Сейчас расстраивайся, все впереди Спасибо Полидировал, да, другим полидировать? Александр Бедрев, Максим Скаченков, Вести спорт Футбольный клуб Москва принимал луч энергии из Владивостока Команда Леонида Слуцкого с хорошим настроением подошла к этой встрече Имея в своем активе две победы в трех матчах Тем не менее, гости отправились на перерыв, ведя в счете 1-0 Отличился Алексей Иванов Но отстоять достигнутые преимущества дебютанту премьер-лиги не удалось Сначала Дмитрий Кириченко реализовал пенальти А за три минуты до окончания поединка Роман Адамов принес Москве победу 2-1 В Раменском Сатурн принимал Ярославский шинник Обе команды до отчетного матча не побеждали в нынешнем чемпионате ни разу Но если в активе Сатурна было три мячьих То коллектив Олега Долматова к поединку в Раменском подошел после двух поражений подряд Счет в начале встречи открыли хозяевам, отвлечился Обжером Еще один словацкий легионер Сатурна, Якубка, во втором тайме удвоил преимущества своей команды А уже в добавленное время Гогниев установил окончательный результат 3-0 победа подмосковного клуба В еще одном поединке четвертого тура Ростов и Торпеда сыграли в ничью 1-1 Голы на счету Амара Переса и Александра Панова Но сегодня завершится программа четвертого тура первенства российской премьер-лиги Одним из центральных будет поединок в Самаре Где местные крылья Советов принимают «Зенит» из Санкт-Петербурга Начало трансляции на нашем канале в 17 часов по Москве Очередные матчи прошли накануне в ведущих европейских чемпионатах В некоторых поединках были зафиксированы неожиданные результаты Подробности у Антона Шкурина В 32-м туре чемпионата Испании Мадридский Реал дома встречался с кандидатом на вылет Реалом из Сан-Себастьяна Столичные футболисты, ведущие борьбу за второе место с Валенсией Открыли счет в середине первого тайма На передачу Зидана откликнулся Рональдо, забивший свой юбилейный сотый мяч за Реал Через несколько минут Бразилий смог забить еще Но комбинацию, разыгранную его соотечественниками Рабинью и Батистой Он завершил ударом в штангу 1-0 после первого тайма А во втором сан-себастьянцы сумели наказать одноклубников из Мадрида за расточительность Чилиец Марганзалес поразил ворота Кассилиса В итоге 1-1 Валенсия до этого тура, отстававшая от Реала на 2 очка, воспользовалась осечкой Реала В субботу летучие мыши на выезде переиграли Сельту из Вига Исход этого поединка решил единственный гол, который на свой счет записал Мигель Ангулу 1-0, Валенсия сравнялась по набранным очкам с Реалом Тем временем в Германии разгромное поражение потерпел лидер первенства Мюнхенская Бавария В центральном матче 29-го тура подопечные Феликса Магата на выезде уступили бременскому Вердеру 0-3 Особое внимание болельщиков в этом поединке было приковано к вратарю Баварии Оливеру Кану Напомню, что главный тренер немецкой сборной Юрген Клинсман заявил, что основным голкипером его команды на предстоящем чемпионате мира будет Йенс Лемон Расстроенный таким известием Кан еще имел шанс доказать Клинсману свою состоятельность Но все его надежды перечеркнул другой игрок сборной Германии Мирослав Клозе Именно Клозе организовал все три гола в этом матче На 33-й минуте после его навеса мяч в свои ворота отправил Швайнштайгер А после перерыва, дважды после передач Клозе, ворота Кана поражали Йенсен и Боровски Еще одно крупное поражение было зафиксировано в 33-м туре чемпионата Шотландии Идущий на втором месте Харц на своем поле со счетом 4-0 обыграл Данфермлайн Все вопросы в этом матче были сняты еще до перерыва Уже к 25-й минуте в воротах Данфермлайна побывало три мяча в исполнении Поспешила, Беднера и Микола Юнаса А под занавес встречи Мякеля установил окончательный счет За пять туров до окончания чемпионата Харц сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов В Англии еще один потенциальный участник Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле обыграл Манчестер Сити На 44-й минуте Сталтери вывел хозяев вперед А в самом начале второго тайма Керрик удвоил преимущество своей команды Все на что хватило горожан отыграть один мяч В итоге 2-1 победа Тоттенхэма Антон Шкурин, Вести Спорт Теперь о баскетболе Сегодня в Киеве завершится финал четырех Кубка Европы В решающем матче подмосковные Химки встречаются с испанским Хавентудом Начало прямой трансляции на нашем канале в 19 часов 40 минут по московскому времени Тем временем в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Вторую победу подряд и пятую в семи матчах одержала Юта Андрея Кириленко На сей раз джазмены дома обыграли Портленд 110-93 Россиянин был лучшим в своей команде На его счету 24 очка, 9 подборов и 5 передач Показатели Виктора Хряпы из Портленда более скромные На площадке он провел 4 минуты и набрал 3 очка Ну а в Далласе этой ночью Меврикс принимали Хорнес из Нового Орлеана Хозяева уже в первой четверти ушли в 10-очковый отрыв Большому перерыву это преимущество увеличилось до 17 баллов Итоговый результат уже ни у кого сомнений не вызывал Окончательный счет 101-77 в пользу хозяев В составе Далласа особенно усердствовал Дирк Новицкий Который за три четверти набрал 20 очков Причем в последнем игровом отрезке он участия не принимал Наставник Меврикс Эвери Джонсон дал немцу отдохнуть Отмечу также, что Нью-Орлеан не выигрывал у Далласа уже на протяжении 17 игр подряд В Национальной хоккейной лиге сегодня свою 51-ю шайбу в сезоне Забросил форвард Атланты Илья Ковальчук А его клуб добился уверенной победы над Каролиной со счетом 5-2 Два гола и две результативные передачи Алексея Яшина Позволили Нью-Йорк Алендер взять верх над Вашингтоном 5-0 Ну а сейчас напомню основные темы этого выпуска Теннис, Кубок Дэвиса, сегодня пройдут решающие матчи четвертьфинала Франция-Россия, пока счет 2-1 в пользу нашей команды Футбол в центральном матче четвертого тура ЦСКА благодаря дублю Жо обыгрывает Тонг 2-0 Чемпионат Германии, Вердер побеждает лидера Баварию 3-0 И продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов Теперь Вас ждут новости региональные Столица этой вести Спорт Москва с Яной Батыршиной А я прощаюсь с Вами, всего доброго и до встречи Мегафон Будущее зависит от тебя Субтитры создавал DimaTorzok